после обрезки на омоложение вернулся лучшее качество к ранеткам но ранетка то особая она единственная вы знаете было две и обе были исключительные почему одну спилил в середине лета оказались деревья без единого листочка и я как все нормальные это давно было 30 лет назад я как все нормальные садоводы на середине лета листочков нет съели полностью было нашествие бабочек капустец вот я взял одну спилил а другой просто не успел она до конца зимы успела облиственить выжить и дальше а дальше я в нем привил несколько крупноплодных абрикосов яблонь я даже запомнил со Смоленской желтый бочонок прислали с этого у друга достал этот яблоню богатырскую и может быть и есть может быть и нет вегетативной гибридизации мы же как говорим для меня вегетативный гибрид в единственном числе а раз он не повторяется а наука что нам говорит и правильно говорит если опыт не повторяется начал не признается за истину и это совершенно верно но тут особый случай а у крупнейших плоды это сейчас после обрезки они такие были у меня 20 лет назад на привал на него крупноплодных они целой грозди висели вот таких богатыри видели меня фотографии старые вот такие богатыри и поневоле укропнились а она ранетка была она была вот такая вот а уже последние 10 лет она дичала 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 почему потому что на ней эти прививки скелетные погибли все и желтый бочонок и этот рано или поздно погиб этот несколько урожаев дал богатырь скелетные привки весь ненадежно а с чего вы такие крупные вегетативной гибридизации нет повторить не могу помните я говорю это один из моих постулатов я нашел золотую середину нету говорит наука вегетативной гибридизации нету и не надо есть говорит железо и кто и не только я щонок все таки есть и даже то что мы приливаем и поршали марасы к оксито уже по 8 моры бу ссылка мужа получили гибрид хотя внешне плод не изменился и дерево не изменилось повысив марасы кост妈 уже получили гибрид есть ли марасы инсток осталось генах этого самому от у него руках проверить невозможно поэтому connaonie татина гибрид это каждый раз индивидуальное дерево одну само по себе, берём с него веточек, переносим и опять получается новое качество, всё, ладно, проехали, я на своём любимом коньке нахожусь, вот, так вот, вот эти веточки, вот, я говорил, нам надо развивать обратно полукультурки и ранетки, вот, эти ветки были сожжены, срезаны вот за ней вот это дерево, да, вот оно, то самое, которое мы, ну, сделали обрезку, оставили одну ветку, ну, вы всё это видели, большинство из вас, и, к сожалению, больше, то есть черенки были сожжены, раз, были сожжены черенки бельфёрки тайки от Чернобаева, помните, я говорил, у меня каталог Железова тире Чернобаева, сады-дублёры, а так вышло, у него бельфёрки тайка, а у меня нет, да, всё, чё, я же не резиновый, всё, не могу, а он молодец, где-то раздобыл, здорово, да, вот, лучший сорт Мичурина перед вами, вот, смотрим дальше, вот, то есть, вот эти были сожжены веточки, вот эти веточки были сожжены, ну, мелочь, ну, подумаешь, в темире, сожжены веточки, и близко такого нет, вот, вот эти сожжены, это, знаете, как, это Тимошку я пытался чему-то, чтобы хоть что-то запомнил, значит, я ему показывал, вот это привой, вот это подвой, изменился привой, стал мельче, так, а подвой, вот они, маньчжурские абрикосы, сыновьями, они, ну, скажите, пусть они мелкие, вот скажите мне, или как это говорил этот, Астап Бендер, плюйте мне в глаза, если это девочка, это мальчик, так вот, ну, это шутя, так вот, это дикари, вот так вот, я тут звонок был, мне мужчина с этого, с Абайкалия говорил, у нас старинная роща, реликтовая роща, сибирских абрикосов, но они несъедобные, а я говорю, хочу оккультурить их, использовать их, как я убеждал, я говорю, как отдельный казмин, руки опустил, ну, куда ты, ну, так, правда, не без фамильярности, но принцип такой, куда ты лезешь, вы думаете, я вот говорю, а кто виноват, я виноват, вот, насмотрелся мои фильмы, я буду заниматься себе, каждый год, в том районе, где они растут, минус 40, минус 45, минус 50, это за Байкалию, вот, там чуть ли не родина, вообще абрикосов, может быть, это, они есть и на Дальнем Востоке, прямо в Секретарьевских горах есть, вот, и тут, на Забайкале, это до Дальнего Востока, еще не близкий край, правильно, вспоминаем, вспоминаем, где Байкал, вспоминаем, где Улан-Удэ, вспоминаем, за Байкальский край, далековато, может быть, самостоятельный реал, я не смог это говорить, но я ему, первая попытка, 40 королевских абрикосов, прививок, 39 мертвых, я с этого начал, конечно, он такой, ну, раз он такой же фанатик, да ладно, занимайся, ну, естественно, там дальше, мои подвои, привой и прочее, вот это навеяло, и тут такой разговор, как раз по телефону, не отговорил, я вначале, он просто ему на обыватель, а когда я понял, я так сразу зауважал его, так, без комментариев, сгорело, сгорело, вот, вишни вот эти самые, это вишни с генами черешни, видите, вот черешня, да, она уже отцвела, вот, то есть отцвела, от плодоносила, а если это че, все это съели птицы, а под ней, вот эта вишня, которая от корней пошла, но она стала благороднее, не верите, вот, дело в том, что, крупный плант, как вам, это моя вишня сибирская, самая с генами черешни, здорово, да, а вот это вот, веточки такие, я высылал, несколько годами раньше, вишни с генами черешни, я, у меня единственный пример, только, я вынужден его повторять, хвастаться, это Калининград, значит, одна прививка, на что она прививала, я не знаю, но она стала черешней, вот эта часть, вот эта часть, вот эта, ветка была ниже прививки, значит, это была чистая вишня, ну, как чистая, зараженная, но ниже прививки, у нее получилось, черешня на одном дереве, и вишня, ну, а теперь скажите, это дикарь, а, вот, прививки, есть куда стремиться, ребята, возвращение в Европу, а это вернулось в Европу, оно дает, не только, возможность, восстановить сады, оно дает возможность, вот это чудо совершить, на что она прививала, я не знаю, не помню, вот, просто так подвернулось, что вот эти веточки, вот, и они обязательно, что они черешней станут, но вишня будет отборная, то есть, они уже, испорчены, черешней, вот, и тоже были сожжены, что еще я сжег, а, еще скажу, как бы вы не любовались, на это, на это, как бы вы не любовались, на черешню боднара, возьмете, а они привиты у меня все на, вишни, вот, в косточек вырастите, и получите, может быть черешню, может скорее опять вишню, ох, какое влияние сильное, я это проходил, на новом русском, ох, как скандал запомнил, из пяти саженцев проданных, три превратились обратно в вишню, так это привитые, а эти сеянцы, что я написал, по этому и постулат, на ближайшие тысячи лет, только прививки, добились этого, все, забудьте про семена, нет, не забудьте, то есть, у вас просто получится шире, варианты, и вы можете опять получить мясо, то есть, я вам теперь наоборот, я не зря это все говорю, я высылаю, косточки, пишу, косточка, черешни, вот она, у вас получились вишни, а ты железо, поняли, поэтому, хотите, уже получили черешню, еще не факт, что, когда вы на вишню прибьете, что у вас не вернется, вот такая, но это тоже здорово, а вот, поняли, сколько я наговорил, а что делать, ой, в этом году, у меня, как ни странно, хорошо цветет, впервые, более-менее, хорошо цветет, черешня брянская розовая, выглядит вот так, очень мелкая, мельче два раза, ну, это так, еще, мельче два раза, черешня бодра, хотя он и тоже, из магазина, когда-то вылил, так, она два раза мельче, она, явно, что черенки пришли, срезанным камнем, сеянцем, уже были мельче, но все же черешня, и в этом году, она нормально зацвела, я даже не ожидал, вот, я на него уже почти рукой махнул, все это дерево, цветут, вот, и, и вот, еще отдельно у меня одно дерево, вот оно, видите, тоже цветет, но не сказать, что густо, но, но если приглядеться, ну, все-таки цветет, а это Сибирь, а этого не может быть никогда, вот, и, наконец, все-таки у нас с вами, в данный момент мы рассуждаем, о прививках, о биологической совместимости, вот, видите, черешня, это самая, подвойная ветка, черешня, вишни, которая, все-таки пропиталась генами черешни, и насытилась, и термин насыщения, генами, по, Мичурину, которому я низко кланяюсь, в действии, то есть теперь, обратите внимание, живая, 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 тут не видно, живая, 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 в общем, как видите, а если бы вы знали, как тяжело вишни идут, черешь идут на вишнях, вот это уже, компромисс, я не говорю, что здесь появится, здесь даже интересно, сколько будет вариантов, и сколько этих направлений может быть, только с одного дерева, разве это не интересно, кстати, вот слева, я сейчас только заметил, у меня абрикос, видите, вот этот вот, судя по стволу, чем белее ствол, тем дичее абрикос, а культурный погиб, вот этот, видите, прививка от него осталась, это чуть ли не единственная потеря, вот, интересно, какие будут плоды, я все чудя жду, можно было убрать, Сергей, давай его выпилим, зачем нам, у нас этих полно, нет, я жду чудя, чуть-чуть дожду, так же, как тут, вот черешня, подвое вишня, а что будет вот тут, это очень, очень интересно, вот эти, серофим укрупнился, веточки тоже сгорели, вот, но эти не сгорели, эти я в последний момент все-таки продал, все, вот, их было мало, это гигант Подмосковья, причем это не крупные, крупные плоды были полтора раза больше, но мы как-то это, опоздали с фотографией, вот, и персики, я вам показывал, вот, это же мешок, показывал его раньше, вебинары, и два вебинара назад, он тоже сгорел, вот этот мешок с черенками персика, это уже, вот, если тот товарищ, который говорил, что я что-то не преступник, если мы уничтожили саженцы эти самые, абрикосовые, да, вот, черенки, куда я мог девать. Спасибо.